Итак, следующий вид позиционирования, который у нас остался, это Fixed, фиксированное позиционирование, и рассмотрим мы его на примере вот этой кнопки оператор поддержки. У вас может сложиться впечатление, что нечто подобное мы с вами уже делали в предыдущих уроках, но там это было у нас свойство Background Position, и мы его выставляли в значение Fixed, но там это было нечто другое. Там мы могли использовать только картинку и, соответственно, не могли сделать этот элемент ссылкой. Сейчас же это у нас должен быть блок Div, по сути, внутри которого есть ссылка, и якорем этой ссылки является картинка. То есть мы должны щелкать по этой картинке и должны происходить какие-то действия. При этом напомню, что элемент должен быть зафиксирован, и даже если мы прокручиваем страницу, он должен все время оставаться на вот таком расстоянии от верхнего края окна браузера. Чтобы это реализовать, нам нужно добавить абзацев, потому что сейчас у нас полосы прокрутки нет. Нужно добавить нам несколько раз, скопировать вот эти три абзаца и добавить их после. Получить, например, девять таких абзацев. Так, и это нам точно даст полосу прокрутки. Вот она у нас появилась, и теперь пришло время разобраться с этой кнопкой оператор поддержки и разместить ее в этом краю. А сама эта кнопка находится у вас в дополнительных материалах по курсу CSS, и называется файл у нас оператор PNG. Вот он. Скопируем и начнем создавать блок div. С этой кнопкой можно даже внутри блока div с идентификатором content. Здесь особой роли не играет. Div сразу дадим ему идентификатор оператор. Так, и внутри него создаем сначала ссылочку. Так, пропишем сразу, куда будет вести данная ссылка. Пусть она, например, открывает мой сайт rossceller.com. Далее укажем, как якорь этой ссылки. Можно еще, в принципе, написать атрибут target, чтобы открывалась она у нас в новом окне. И как якорь ссылки у нас будет картинка. Атрибут source пропишем ей images. Оператор PNG. Так, и по размерам, размерам картинки желательно их указать. Они у нас 22 по ширине на 180 по высоте. Так, теперь пропишем необходимые правила для этого блока div. Сейчас, если мы посмотрим, то мы увидим вполне обычную картину. Вот наш блок div. Он занял всю строку. Внутри него идет ссылочка и картинка. Браузер Firefox автоматически в этом случае добавляет синюю рамку. Теперь наша задача прописать правила. Во-первых, убрать рамку. А во-вторых, задать данному элементу фиксированное позиционирование. Так, мы идем в таблицу стилей. И ниже создаем селектор для этого блока div с идентификатором оператор. Пишем position fixed. Так, и раз у нас есть возможность задать размеры для этого блока, мы их также задаем. Так, ширина 22 пикселя. Так, высота у нас там была 180. Так, и сразу берем рамку на картинке. То есть пишем следующий селектор. Любые картинки внутри этого блока у нас должны быть без рамки. Border non. Так, вот таким образом. Теперь, если мы сохраним и посмотрим, что это нам дает, мы увидим вот какую картину. Элемент у нас также, как и в случае с абсолютным позиционированием и относительным позиционированием, приподнялся над остальным контентом и перестал, по сути, для них существовать. Но, как видите, в данном случае, как и с абсолютным позиционированием, тот контент, который шел за ним, имеет право занимать его пространство. И, соответственно, это очень похоже на абсолютное позиционирование. Теперь, если мы начнем прокручивать страницу, мы увидим, что этот элемент у нас все время закреплен в этой позиции. Он никуда не прокручивается. Если бы мы написали, например, position absolute, то мы сразу увидим отличие. При абсолютном просто там закрепляется, да, в этом месте, и все. То есть я прокручиваю, он там и остался. Вот это он в главном отличии от Fixed. Теперь, что касается позиционирования данного блока. Нам нужно, чтобы он показывался у нас вот здесь. И, соответственно, мы должны прописать ему значения top и left. И мы их пропишем. Так, сверху там примерно 250 пикселей поставим, а слева 0. Так, и посмотрим. Как видите, то, что нам и было нужно, слева отступился 0, сверху примерно 250 пикселей. И это у нас является ссылкой данный блок. И я прокручиваю страницу, он у меня все время остается здесь. То есть то, что и нам нужно было получить. Теперь, что касается особенностей данного позиционирования. Здесь не действует такое правило, что если данный элемент с фиксированным позиционированием находится внутри другого элемента. То есть, например, вот как у нас было, мы кнопку button поместили внутрь контейнера header и уже начали позиционироваться относительно него. Здесь такого нет. При фиксированном позиционировании вот эти параметры, которые мы задаем по отступам, они всегда имеются в виду, что они идут от экрана браузера. То есть в любом случае, неважно где расположен данный блок, хоть внутри другого блока с позиционированием, хоть нет, все равно эти параметры идут именно от окна браузера. Вот это запомните. Вот таким образом мы с вами изучили все три вида позиционирования. Абсолютное, относительное и фиксированное. Ну а static – это обычное положение для свойства position. То есть изначально все элементы находятся в положении static. То есть это обычное размещение элементов. Когда же нам нужно необычное, как в данном случае, например, мы сдвинули элемент в самый левый верхний угол. Либо вот здесь спозиционировали кнопочку относительно блока header и здесь зафиксировали элемент в конкретном месте. И у нас осталась одна небольшая тема по позиционированию, которую мы рассмотрим в следующем уроке. Жду вас там.